События исторического масштаба. Памятник нашему знаменитому земляку и видному политическому деятелю Михаилу Калинину сменил прописку. Теперь его новым местом жительства стал одноименный проспект в пролетарском районе города. Всесоюзного старосту, простоявшего перед путевым дворцом более 60 лет, потеснило намечающееся восстановление Спаса Преображенского собора. Летом прошлого года на месте церкви были произведены раскопки. Теперь пришла очередь закладывать фундамент. По мнению общественности и городских властей, лучшего места, чем сквер на проспекте Калинина, для монумента найти сложно. Согласно с этим и жители Твери. Я лично за. Ну там, конечно, не место было. Ну это такие времена были, ладно, не будем трогать это дело. А сейчас по современному, самое ему место. Ну а почему бы и нет? Все какая-то достопримечательность. Сегодня выбранное для памятника место не вызывает шумных споров. Однако, некоторое время назад и сама идея переноса, и новое расположение вызывала бурные дискуссии. Звучали самые разные предложения. Например, поставить памятник возле торгового центра Рубин или на площадке перед Дворцом культуры Пролетарка. Но в итоге остановились на сквере между Дворцом культуры и жилым домом. Правда, чего это стоило? Напомним, два месяца назад в сквере началась вырубка деревьев. Под топор лесорубов попали прекрасные тополя и голубые гели. До сих пор местные жители вспоминают увиденное с одраганием в сердце. Разве можно такие вещи делать? Деревья ведь растут 8 лет, а их все вырубили, а теперь посадить новые. Что будет? Когда они вырастут? Лучше бы деревья хорошо облагородили, я думаю так. Правда же ведь? Здесь была такая рябинка красивая, рябины красивые, и вот все снесли. Мне кажется, если благоустроят и все это хорошо сделают для людей, я думаю, будет хорошо. В итоге на месте некогда зеленого сквера – голое поле. А Михаил Калинин одиноко возвышается на своем пьедестале среди пней. И, судя по всему, в таком виде монумент простоит долго. Ведь основные работы по благоустройству сквера на проспекте Калинина развернутся в середине следующего года. Согласно проекту, здесь появятся дорожки, выложенные тротуарной плиткой, освещение, урны, скамейки, а также кустарники и деревья. Но зачем было вырубать старые? По всей видимости, этот вопрос останется без ответа. Впрочем, как и другой. А был ли памятник на реставрации? Два месяца назад сотрудники фонда, занимающиеся демонтажом памятника, обещали его помыть и покрасить. Но следов свежей краски на памятнике незаметно. Екатерина Карпова, Илья Чечин, РНТВ-пилот.